Добрый день, дорогие друзья! Желаю вам отличного настроения! Волонтёры – те, кто задаёт настроение в Олимпийском парке. Улыбки добровольцев уже через секунду на лицах болельщиков. В Олимпийском парке царит атмосфера большого спортивного праздника. Россия, грёх! Вы первые! Те же флаги, дудки, атрибутика, а главное – те же речёвки и кричалки. Спортсменов-паралимпийцев болельщики поддерживают так же, как в олимпийцев. Кажется, даже чуть теплее. Они нашли в себе силы участвовать в паралимпийских играх. Они не отрехлись от всего мира, участвуют, соревнуются, продолжают заниматься спортом. По флагам болельщиков можно проследить географию регионов России. На паралимпиаду поддержать наших приехали со всей Кубани. В толпе с транспарантами можно разглядеть гостей из Сургута и даже Якутии. Мария Волкова в Сочи приехала из Ростова. Специально к паралимпиаде вышла бисером любимую юбку. Увлечение, которое уже переросло в профессию, рассказывает Мария, помогает не терять себя. Сравнивает так же, как паралимпийцам спорт. И добавляет, в Сочи сделано все, чтобы люди с ограниченными возможностями этих ограничений не замечали. Нету ничего, к чему можно было придраться. Настолько все удобно. Лифты, автобусы. Доступная среда просто во всех уголках олимпийских объектов. И Адлеры из Сочи. Просто вот все очень хорошо. А это большая делегация – дети из проекта «Класс мира». Эти ребята прославились на весь Сочи. Пожалуй, каждый видел эти необычные скульптуры на площади у художественного музея. Их дети-инвалиды сделали своими руками. Маленький только на вид в силу болезни Максим Борисов. Большая радость для тех, кому хоть раз удалось с ним пообщаться. В Сочи он приехал не только посмотреть соревнования. Максим, не раскрывая всех секретов, рассказал, что будет принимать участие в церемонии закрытия игр. И не жалея слов, то, что думает о паралимпийцах. Я думаю, что они огромные молодцы. У них хороший дух и воля к победе. А это будущие паралимпийцы. В Сочи большой компании они приехали из Германии. Ребят привезли в Сочи для того, чтобы они прочувствовали олимпийскую атмосферу. Среди них пловцы-биатлонисты и лыжники. Мечтают выступить уже на следующей паралимпиаде. Я занимаюсь горными лыжами. Еще люблю триатлон. В Сочи проводят прекрасные игры. Надеюсь, не хуже будет в Южной Корее. Я мечтаю выступить на паралимпиаде в Хенчане. Из всех ледовых арен в Олимпийском парке на паралимпиаде задействованы лишь две. Шайба, там играют слэш-хоккеисты и ледовый куб, площадка для керлинга. Как рассказывают организаторы, билеты на игры раскупают с бешеной скоростью. Желающих просто погулять по парку. Сделать фото на фоне пока еще пылающей чаши тоже немало. Огонь паралимпиады продолжает гореть в Олимпийском парке и согревать сердца сотням болельщиков. До закрытия игр остаются считанные дни. А желающих прогуляться среди ледовых дворцов и арен, кажется, с каждым днем становится все больше. Кстати, купить входные билеты в Олимпийский парк можно будет еще сегодня, завтра и в субботу. А в воскресенье доступ сюда будет открыт только тем, у кого есть билеты на церемонию закрытия 11-х зимних паралимпийских игр. Ольга Десятого, Демидь Даниловский, телекомпания ФКД.